Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманзер, и это новое видео по игре Front Mission 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами переделали наших ванзеров и закончили с базой с фабрикой ногой. Всё вроде. Пойдёмте посмотрим на то, что будет дальше происходить. Командир Сагай? Кто вы? Я майор Эдвард, ЦРО. И Сао Такимура приказал нам спасти вас. Полковник Такимура? Он борется с переворотом? Да. Вам нужно пройтись с нами. Значит, он начал действовать. Передайте от меня полковника Такимура, я отказываюсь от этого предложения. Почему? Если мы не будем сопротивляться силам заговорщиков. Я не буду сражаться. Это глупо бороться против собственного народа. Я понимаю, но... Я не передумаю. Собираетесь игнорировать всё? Вы эгоистичный ублюдок. Остановись, Казуки. Но... Казуки, ты Казуки? Ясно. Я не могу приказать своим подчинённым атаковать своих коллег. Я верю, так Такимура поймёт. Тогда вы сохраните нейтралитет? Я только выполняю приказы правительства. Будь то или иное. Будь то это или новое. А, я понял. Хорошо. Вы уверены? Он честно рассказал нам, что он чувствует этого достаточно. Окей. А значит, командир Сагай не стал нашим союзником. Да если бы полковник Такимура мог поговорить с ним. И Сагай так же упрям, как и полковник. Мы не сможем его переубедить. Наша миссия провалена. Что же нам теперь делать? Мы лёгкая мишень. Не обязательно. До тех пор, пока его подразделение сохраняет нейтралитет, мятежники не смогут перейти в район конце. Да, нам удалось ограничить передвижение противника. Мы по-прежнему остаёмся в меньшинстве. Да, если полковник Такимура ошибается, а ошибётся, мы проиграем, прежде чем начнём сражаться. Не волнуйся. Казуки. Полковник Такимура пойдёт через всё для нас. Ну, возможно. Хрен его знает. Сейчас увидим. Узнаем. Так, Нагоя. Сэндай. Ну, пошли в Сэндай. А, я вспомнил, кажется, что это за миссия. У нас тут сейчас задача будет спасти Исао. Но, блин... Он, по-моему, тормознутый здесь, и я рекомендую, наверное, сохраниться перед этим делом. Я, наверное, так и сделаю. Вдруг у нас что-то не пойдёт по плану, то лучше сохраниться будет. Шевелитесь! Врэк может напасть в любой момент. Это последний отряд. Да, Ребекка и Хатари разбираются с другими подразделениями. Они уже должны быть в Фукусиму, прибыть в Фукусиму. Мы почти уже там. Может, встретимся с шестой дивизией? Рудольф, а вот и они! Мнимые числа. Похоже, с каждой минуты станут столько хуже. Цель подтверждена. Всем подразделениям в атаку. Уничтожить Сицили. Вражеский командир является потенциальной угрозой нашим планам. Полковник, думаем, нужны вы. Они собираются выдвинуться вперёд, чтобы облегчить остальную часть работы. Следует ли нам заняться ими? Нет, Улун. Вы приведёте наше подразделение обратно в Фукусиму. Я задержу их. Ты что, идиот? Они идут за тобой. Я знаю. Если я их... Если я их цель, то они и не пойдут за вами. Ты собираешься стать приманкой? Мы не должны распылять наши силы. Это моя работа. Ты сумасшедший! Это самоубийство. Ты уверен в этом? Да, теперь иди. Хорошо. Рудольф? Это приказ босса, пошли. Спасибо и удачи. Забудь, я просто не люблю спорить. Увидимся в Фукусиме. Полковник, пожалуйста, подождите. Вы не сможете сражаться с ними в одиночку. Позвольте нам сражаться вместе с вами. При условии, что вы не будете напросто рисковать с собой. Да, сэр. Ну вот, почему-то я так и думал. Ну, в принципе. Мы приближаемся к говне Сандай. Сейчас полковник Такимура должно быть объединился с 6-й дивизией. Финальная битва. Меня слышно? Сообщение? Что это за тренд? Заткнись и слушай. Вот. Вот тот самый момент, где могу сохраниться. Это вот просто отлично. Давай, наверное, вот сюда вот сохранимся. Подлодка с Суэем. Ну и поговорим с Рудольфом. Это ты, Рудольф? Слушай, Казуки, следуй к Сандайу, живо. Что-то случилось? Произошло внезапное нападение мнимых чисел. Твой отец сражается с ними в качестве приманки. Что? Что, черт возьми, этот идиот задумал? Ага, такой же идиот, как и ты. Поспеши, если ты не хочешь участвовать в его похоронах. Капитан. Я знаю. Скорее гавани Сандай. Ну что, пойдем попробуем развалить их. На наших новых ванзерах. Ну, новые, не новые. Новые, это хорошо забытые старые, да? Все новое. Ну, их тут всего четверо, алло. Это че фигня, по идее, должна быть для нас. Да и даже для них это должно было быть не сильно сложным. Полковник, мы организуем путь отступления для вас. О чем это вы говорите? Я не могу оставить вас. Они довольно упорные. Мы сосредоточим нашу атаку, чтобы прикончить их. Полковник, мы долго не продержимся, пожалуйста, уходите. Как я могу надеяться на спасение Японии, если я не могу спасти вас? Не теряйте надежды, несмотря ни на что. Думаю, это оно. Даже если я умру, есть еще Казуки и его друзья. Отец. Полковник, это довольно смелые слова. Мне нравится это в людях. Что ты превращаешь все в целый в рыцарский подвиг? Я чувствую, как ты на меня... Я чувствую, как меня начинает тошнить. Остальное мы берем на себя, отходите. Вы все, отступайте первыми. Но, полковник... Идите вперед, я должен увидеть, как он повзрослел. Да, сэр. Пожалуйста, будьте осторожны. Что ты делаешь? Кажется, я сказал тебе выбираться отсюда. Или ты так до смерти напуган? Ты издеваешься? Я не могу доверить тебе контроль за ситуацией. Я сам разберусь с этой проблемой. Глупый старикан. Я не виноват, если ты этим подавишься. Они неплохо ладят, а? Они оба такие упрямые. Они как малые дети. Мда. Так, ну что. Берем наших ребяток. Давай возьмем, наверное, Шанги. Хотя... Лю или Майер. Блин, даже не знаю. Да, наверное, Майер она у нас так-то с ракетницей. Это вот единственные ребята. Это вот он. А точнее, Алиса и Майер. Это вот двое у нас с ракетницами теперь только. Я даже не знаю. Защищаться есть смысл против пулеметов, наверное. Потому что они там вроде ближники, пулеметы. А, ну поехали, попробуем. Узнаем, что из этого получится. Так. Ну что? Ага. Еще и вертолеты есть. Не есть, хорошо. Давай, поехали. На-ка. На-ку. Так. А что мы можем вытворить? Да по факту, похоже, ничего особенного. Надо как-нибудь вот так, наверное, сделать, что ли. Я уверен, что они двигаться будут очень быстро и очень далеко. Давай, наверное, вот так сделаем. По-любому первая тычка будет, вот да, по нему. Но, скажем так, это хотя бы застает его пожить немного. Естественно, крушитель в ответ. А где и обещанная инициатива? Где хотя бы что-то вообще? Так, эти двое стоят. Отлично, в щиточек. В помехе. А, ну тогда щиточек нафиг не нужен. Если бы я это знал, то я бы даже не думал использовать щиточек. Ну помехи так помехи, это хорошо. Так, надо не забывать о том, что у них все-таки есть такая вещь, как месть какая-то. Потому что мы уже сражались с этим ребятам и знаем, что у них есть. И у них есть такие-то странные навыки, которых нам надо избегать. Окей, типа нормально. Стреляли, малеха. Я, наверное, даже все очки потрачу на это дело. Защищаются они вроде от ближнего оружия. Ну, все же неплохо пожаривает их. Надо не дать им подходить в ближний бой к этим ребятам. Во, нормально. Вот если бы ты еще одошел, вообще цены бы тебе не было. А ты не хочешь отходить. Ты идиот. Ну, в принципе, казаки недалеко ушел. Ну, он его пилит вообще только в путь. И этот будет его сейчас пилить, да? Ужасно. Ооо, понятно. И как вообще это останавливать тогда? Благо, хоть ракетница стреляет только по нашим. Меня это хотя бы радует. Ага, понятно. Ну, это минус, короче, получается. Почти. Ну, давай попробуем, в принципе. Инициатива. Угу. Ну, двойной штурм не получается, да? Ну, и месть хотя бы не увидели. Уже хорошо. Надо вот это вот дострелять до конца. Да нет, вот этого надо докидать. Пока есть такая возможность. Минус один. О, блин, он был с рюкзачком интересным. Клевым, точнее, рюкзачком, я бы даже сказал. Давай на все 11 единиц полей его. Оглушись хотя бы, я не знаю, что-нибудь. Не, походу он отъезжает, Токимура. И Сао, похоже, отъезжает. Да. Да ну, это бред какой-то. И как его спасать в таком раскладе, что его запинывают только в путь? Ужас. Да, папа, только не умирай. Ну и что, и как с этим бороться, и что такое? Блин. Хорошо, ладно, давай попробуем с места загрузки. Я же говорю, вот, есть тут такие места, такие моменты, в которых придется немножко мозги себе покомпостировать. Давай сразу все пропускаем. Считай, сколько. Довольно много времени убиваем таким моментом. Могло было быть куда хуже. Сразу пропускаем этот диалог, потому что мы его уже видели. Так же сейчас сразу пропустим вот этот диалог, такими темпами. Че, нам смысл на это смотреть все? Блин, бьем-то мы, конечно, приятно. Урон появился, типа... Не спорим, пропадать мы стали немножко почаще, что ли. Но есть некоторые вопросы. А что если нас раскидать немножко? Защищаться мы будем только от пулементов. А что если сделать вот так? О, вот так. Могу даже, наверное, обосновать это чем-то. Но пока чем не знаю. Вот делаем вот таким вот образом. Вертолет пострелять мы не сможем? Сможем. О, еще и в вертолетик постреляем. Вот, отлично. Вот просто великолепно. А, класс. Пока он в вертолет назад залезет, туйма времени пройдет. А, нет. Не получится все равно. Бред получился. Ну ладно. Так, на вас он и вертолет пока залезет, должно уйма времени пройти. Мы можем тогда вот так сделать. Контузийщий выстрел. Скажем так, заставит его немножко подзадуматься. Если мы попадем, конечно, вообще. Отлично, попали. Блин, это далеко. Надо вылезти. Аж вот сюда. Встретим их, так скажем. Немножко. Так, в тебя все-таки немножечко напостреляют. Отлично. Не сильно постреляли. Класс. Этот не сможет вообще. Да, и чунтой. Ему еще и ответят. Оп, защита вниз. Ну, залазь, залазь, сой. Ванзер. Щиточек, конечно. Последние очки на щиточек. Так, надо заставить его перестать пулеметить меня. Навык вверх. Блин, чуть-чуть не хватило. Мало. Достаточно. Окей. Этого было достаточно. Мне большего и не надо. И вот здесь распулемять его. Все. До ИСАУ они не доберутся, и это хорошо. Это даже лишнее, на самом деле. А, ну хотя, в принципе, ок. Ок меня устраивает. Не, дружище, не в этот раз. Ну, этот в ИСАУ немного постреляет, но это все-таки не смертельно. Хотя все будет зависеть сейчас от ракетников. Вертолетчиков. Вертолетчиков, точнее. Вертолетчиков, точнее. О, мимо. Класс. Четко. Щиточек, конечно. Отлично. Я вот думаю, справятся ли они. Да, я думаю, справятся. Ты до свидания. Ты только мне вид портишь. До свидания. Нормально так по выжигали. Ну, ты умираешь. Все. Фух. Сказать, что все-все, более-менее, стало нормально. Отлично. Давай я в руку ему вправую, а? Отлично. Отлично. Щиточек, конечно. Вот только как сейчас отца защищать ее. Ну, точнее, их отца, Казуки и Алисы. Вот это вопрос. Потому что эти ребятки, они так довольно мощные. Бьют больно. Отходить в ближний бой с ним вообще нет вариантов. Да такие себе варики. И пулеметить его так смысла как такового нет. Контузия. Ранг-Ди на пулемете. А это хорошо. Ранг-Ди на пулемете. О, отлично. У нас есть шанс его добить, прежде чем он начнет нас атаковать. Но нет, не именно, не в этот раз. О, сберечь. Руку правую будет сберегать, скорее всего. Левую? Жестко. Мне не понравилось. Давай по ногам, а? Блин, по корпусу. По корпусу не есть, хорошо. Все, этого достаточно. Я этого хотел именно и добиться. Еще немножко, скажем так, опыта получить. Так, ну ты пока постой. А ты выпусти ракетку. О, залп. Хм, прикольно. Ну, насколько я помню, это чисто выисковская приколдесина. Выпускает весь залп ракет, который есть на данный момент. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но, в принципе, меня устраивает такая штука. Главное, чтобы она не сразу срабатывала. Не часто, скажем так. Наконец-то отделался от этого, товарищ. Ну давай, последний, иди сюда. Не пойдешь? Типа нам к тебе идти, да? Хреново, что я могу сказать. Нет, еще разу. Еще одну клетку надо. Давай, поехали. Просто 10 клеток. Просвистел. Мало-мало стреляет. Дружбан. Пока вот так сделаем, и все. Ты стои на месте. Никуда не шевелись. О, козуги идет. Бить его. Давай в ответочку. Мимо. На, в лицо. Надо было всего лишь на все поменять тактику боя. Ого. И прямо в лицо дважды подряд. Ну, тактику боя сменили, и все вообще прекрасно стало. Ну, этап пройден был. Прям просто муа. Песня-сказка. Платина. Шунь-Вань. Ну, давай заменим какой-нибудь Шунь-Вань. Вон, последний. Сейчас посмотрим, может, и газачок у него поимеем. О чем ты думал? Ты настолько безрассуден? Отец, он прав. Дальше будет только сложнее. Прости, я не хотел волновать тебя. Но благодаря Токимура, 6-ая дивизия встретилась с Рудольфом. Теперь все, что осталось, это бить врага в полную силу. Это будет нелегко. Здесь еще много чего осталось. Что нужно сделать? О, никогда не думал, что спрошу эти слова от тебя. Тогда мы также должны встретиться с Фукуси... Фукусими. Блин, я надеюсь на ближайший магазин. И ближайшую обновку. Я потому что вспоминаю, там есть пулеметики классные. Блин, ток в путь с ними сражаться. Так, что у нас? Время, скажем так, поджимает, да? Ну, давай тогда сохраняться и пока на этом закончим. В следующей серии посмотрим, что будет дальше. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.